На автомобильном рынке началось традиционное весеннее оживление, при этом больше всего сделок по-прежнему заключается с подержанными машинами. Впрочем, многие аналитики пророчат этому сегменту скорый упадок из-за нововведений в законодательстве. Так ли это? Говорим сегодня с экспертом Даниилом Япончинцевым. Данил, здравствуйте. Первый вопрос. Действительно ли введение системы Aero Glonass положит конец поставкам подержанных автомобилей? Здравствуйте. Это скорее миф, нежели реальность, потому что уже на сегодняшний день выработано несколько вариантов установки кнопок Aero Glonass на подержанные автомобили. Так, например, в Приморском крае уже известны стоимость установки, стоимость самого дополнительного оборудования и кто будет заниматься непосредственно их установкой. Так, на сайте оператора Aero Glonass можно найти информацию о том, что сертифицированные сервисы будут устанавливать так называемую тревожную кнопку, которая будет подключена к Aero Glonass. Стоимость этой кнопки будет составлять примерно 18 тысяч рублей, а ее установка 4-5 тысяч. Вы считаете, что это недорого? Я считаю, что это вполне адекватно. Это будет составлять примерно 5% от стоимости автомобилей, возимых на территорию России с Японии. Получается, что очередная мера, которая должна была как-то сократить или совсем пресечь поток подержанных автомобилей в Россию, она фактически сводится к нулю. Да, вы правы. Но, наверное, все-таки эта мера была признана не столько сократить поток подержанных автомобилей, сколько это был шаг к цивилизованному уровню в нашей стране. Потому что в европейских странах это давно используется, это нормальная практика. К сожалению, в нашей стране до последнего времени автомобили не были оборудованы данной системой, которая на самом деле очень полезна. Автомобили за границей идут с двух направлений, с востока и с запада. Считалось когда-то, что Омск – это такая своеобразная разделительная линия границы, что с запада до Омска доходят машины, а с востока, соответственно, до Новосибирска и не дальше. Вот сейчас сохраняется ли такая ситуация и вообще каких машин в Сибири больше, в регионах Сибири, и с запада, или с востока? Стоит сказать, что, наверное, все-таки на нашей территории до сих пор преобладают автомобили с востока. Естественно, с правым рулем. Но последние годы, когда активно возились автомобили из стран Таможенного Союза, таких как Казахстан, Белоруссия, количество леворуких автомобилей у нас увеличилось в регионе. Но их состояние, наверное, желает быть лучше. А вот по состоянию и по качеству, на ваш взгляд, какие машины качественнее – с востока или с запада? Наверное, качество у машин примерно одинаково. Вопрос в цене обслуживания тех и других автомобилей. На мой взгляд, все-таки автомобили с востока пока более ликвидны и в обслуживании дешевле. На них больше запчастей как оригиналов, так и аналогов, и их стоимость значительно ниже, нежели на европейские автомобили. Существует легенда, ну или миф, или может быть это реально так, о неубиваемости японских автомобилей. На ваш взгляд, действительно ли они такие прочные, долговечные и практически бессмертные? Стоит ли сейчас, допустим, покупать какую-нибудь Toyota 20-летней давности? Все зависит, наверное, от финансового состояния. Стоит или не стоит – выбор каждого. Я не могу сказать, что 20-летние автомобили чем-то плохи или хороши, но говорить об их неубиваемости не стоит. Любая техника, подверженная износу, автомобили также подвержены коррозии, ну и следы эксплуатации, они все равно оставляют свой отпечаток. Но, скажем так, что если брать качество современных машин, которые выпускаются, и качество машин, которые выпускались 20 лет назад, оно несравнимо. Автомобили, которые выпускались в конце 90-х, начало 2000-х годов, все-таки намного крепче, нежели современные автомобили. То есть, все-таки какой-то резон и какое-то рациональное зерно в этом тезисе есть, да? Что лучше купить старую машину, отремонтировать, чем более свежую. Да, потому что ремонт, подержанный в машину, все равно будет дешевле за счет огромного наличия контрактных запчастей и более низкой цены на новые запчасти. Ну а стартовая цена, ну или конечная цена для покупателя, 20-летняя машина, она существенно ниже, чем 5-летней давности выпуска, да? Все зависит от марки, модели автомобиля и его класса. На самом деле, в нашем регионе, да и в принципе, наверное, по всей стране сложилась такая практика, что, на мой взгляд, автомобили 20-летней давности преобладают немного завышенной ценой. Потому что, ну не должна машина, которую 20 лет эксплуатировали, стоить на 30% дешевле, чем автомобиль, который использовал все там 5 лет. Только потому, что один автомобиль это Toyota, а другой Peugeot. Все-таки стереотипы у людей, они пока еще накладывают отпечаток и на ценообразование. Ну и главный вопрос, ваш прогноз, этой весной подорожают ли поддержанные автомобили и если да, то на сколько? Я не вижу поводов для подорожания автомобилей, потому что, как нам известно, любой товар дорожает, когда его спрос превышает предложение. Но на сегодняшний день, мне кажется, рынок переполнен предложением, а спрос достаточно низок. Ну что ж, спасибо. Еще раз напомню, что сегодня мы обсуждали перспективу автомобильного рынка и гостем в студии был эксперт Данил Япончинцев. Субтитры создавал DimaTorzok